Красотка? Сколько тебе лет? Семь. Семь? Поняночки наши семь лет. Ну давай. Очень красиво и очень пахнет. Что там у тебя за подарки? Красиво. Это тебя поздравляет у тебя Саша с Никитой. Рви. Я не могу. Ты и не можешь, Пуля? О, давай. Что это? Пуля, лицо. Улыбайся. С Микки Маусами. Ух ты, с Микки Маусами. Поля очень красивая. Полегче открываться. Это от нас с папой. Спасибо. А это что, знаете, Маус? Еще один. Ух ты. Красивый? Да. Что это? Праслетик. А ну-ка. Это от бабушек. Очень красивый. Мы попросим папу, чтобы он тебе его открыл. На папу открой. Капуля пока откроет. Мама, помнишь, мы ее где-то, а мы ее видели? Где мы ее видели? Где-то, я не помню, как ее называть, она в таком магазине Ага, доставай Сейчас Я думала, это кот Смокти соску Как ее открыть, я не пойму, а тут Что она должна делать? А, я пока не знаю, но если не знаю, то что никого Смокти Она там внизу эти штуки, видишь? Она примотана А это от каких бабушек? От наших Еще сзади, Пуль Я знаю А что это за ленточка? Я тоже думала, что это за ленточка А это соска Да? Соска привязывается, Леня Ух 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 давай я держу вот эту а ты тяни штучку очень красиво сережки под браслет тут есть мини-маус бантик тут есть сама мини-маус тут есть такие вот колечки тут есть сердечки папа вытащи пожалуйста пулечка ты довольна красиво развязать надо ленточку вот это кукла больше всего зашла до кукла больше всего понравилось что пошли принимать поздравления надо здравствуйте здрасте здрасте как у тебя дела круто что мы опоздали чуть-чуть на автобус ну собственно и не спешили потому что время у нас минус 7 утром было минус 18 сережка поехал на работу а мы сейчас пройдемся пешком магазин посмотрим полинке образ задать пойдем в бассейн после бассейна пойдем съедим по бутерброду дадут а потом пойдем купим тортик и будем полинку еще вечером тортиком поздравлять да с бабушками поговорила да поздравляли тебя подарки получила душенька твоя довольна да 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 я такая я такая я пошла руки поймать что то там сделать я пришла потом мне только я я короче пошла что потом мне там руки подарила шарики а потом я встала ну что то сделал ну на стадию ничего не Я пошла, что-то сделала, пришла, а там подарки. Подарки, да? Поля говорит, что она сейчас собирает на ролики, значит, купит ролики, и то, что останется, она папки добавит на машину. Да, Дэц? Да. Так что скоро мы будем ездить на Доджи Дюранга, 24-го года, из салона, без пробега. Поля нам добавит. Да, Дэц? Да, да. Они с ней помогли, разлыщи ролики, продая все деньги, отдам на машину. Все 48 долларов. 48 долларов, а дашь нам машину, да? Ясно. Стоять. Автобус не скоро будет, короче, пойдем прогуляемся, да? По солнышку. Покажу вам, что мы там выбрали себе. Клади в пакетик, я у тебя заберу, давай. Мама, я хотела два. Нет, два, что-то одно. Аккуратно, дверь. Мы сейчас были в магазине Кокамют. Если он правильно называется, я не знаю. Вот в Шоперсе купили вот такой поли-обруч. И сейчас выбрали вот такой. Очень красивый, да. И нужно было оставить отзыв, отсканировать. Ой, красота, Пол. 16 долларов в обруч с налогами. И Поле дали он эту, как она называется, заколочку за то, что мы оставили отзыв. Ну, приятно. Вот такой вот магазин. Ага, смотрите, какой снимай здесь. Да, красивый. Пойдем дальше. Аккуратно. Магазин вот в этом, в Грандпарке. Сейчас в Винерсе. Ты довольна? Да. Пойдем еще в Винерсе посмотрим. Обруч. Бабаш тоже деньги подарила, да? Надо пойти глянуть, что там есть, что там за красота есть. И Полечка у нас вообще молодец, да, Дэвс? Сегодня вообще красотка. Очень красивый у тебя обруч. Главное, чтобы никто его не спер. Красота. В Винерсе выбрали вот такой. Это был 2, ну вот, 2. Вады. Да, 8,95. Это с налогами за 2 обруч. А ну, покажи. Красивый. Мама подержает. Да, да, подержи. Очень красиво. Кьясоточка моя. Кьясоточка. Аккуратно. Это ты не поломай, он очень тонкий. Красиво. На, они у тебя все 4 одинаковые, похожие. И, Сережа. Красоточка. На, держи. Можешь положить в пакетик, да. У меня целых 4 обруча. 4 обруча. С той стороны. Не с этой. А там дальше. Перебирал снег. Видать, его разбивал, чтобы он быстрее растаял. В общем, такие у нас дела. Мы сейчас пойдем лавать. Пойдем, да. Миссия выполнена, зашли. Миша с Амазона, я жду доставку своего увлажнителя воздуха. И мне приходит сообщение от них, что мы пытались доставить, типа, товар, но не доставил. Я не поняла, почему мы пытались доставить. Миша нету доставки на дом, у меня есть доставка на почтовое отделение, сюда же, в Гранд Парк. К нам, надевай шапочку. Ляля, да, маленькая. Вот, пришла и говорит, ну, я говорю, то же самое. Говорю, нет, ну, в смысле, доставка по такому адресу. Она начинает пробивать на Крэк номер. И говорит, да, ваша посылка здесь, типа, айди-карту покажите. Я говорю, не, не, я говорю, я чуть-чуть попозже приду, надевай шапочку. Приду, говорит, чуть-чуть попозже. Можно? Да, можно. Ну и все, значит, пришла наша посылка сюда. Значит, увлажнитель и кремчик мой. И, ну, у меня надо, чтобы в магазин за продуктами сходить. Я не знаю, как я это все донесу. Ну, посмотрим, может быть, и донесу. Прекрасная солнечная погода. Вообще так тепло на улице. Ну, насколько это может быть тепло? В минус 7, конечно. Я не знаю, мне очень нравится тепло. Солнце греет. Не просто свет, оно еще и греет здесь. Поэтому, не знаю. Как-то у меня пока еще нет туги печали, тоски за весной. Потому что у нас ее еще здесь не было, как таковой. Поэтому не из-за чего переживать. Звонили нам ребята, поздравляли. Из Харькова уже весна. И родители поздравляли. Там уже снег сошел. Весна уже в самом разгаре. А у нас еще... Ну, ничего, у нас тоже на следующей неделе уже начинает теплеть. И уже будет у нас тоже весна. Да, дочь? Да. Мы пошли плавать. Увидимся с вами. 106-го. 5.24. Мы только вышли. Да, дочь, ты наплавалась? Да, не. 15.5 вышли. Почти два часа только там плескалась. Как жабеня малая. Накупалась? История. Из жизни. Непридуманная. У меня сумка поломалась. Он только несет кулечки. Спасибо, хоть кулечек дали нам. Поломался карабин. И отлетела часть карабина там. В этом раздевалке. В общем. План такой. Сейчас идем по бутерброду. Потом идем, покупаем хлеб. С этой тостерницы. Или как она там, правильно? Грильницей. Съели. Съедаем, блин, батон весь. В общем. Да, покупаем батон. Покупаем торт. Идем за увлажителем воздуха. Там же. В Гранд Парке. Идем домой. Так вот. История непридуманная жизни. Значит. Пришли мы в бассейн. Зашли в раздевалку. Там переодеваемся. Ну, в принципе, мы сами там на лавочках с Полинкой. Ну, подошла, короче, женщина какая-то и раздевается. Ну, мы же там свое обсуждаем. Она говорит. Извините, вы украинский понимаете? Ну, на украинском. Мы такие. Ну, да. А я, честно, я подумала, что она местная канатка. В общем, мы с ней разговаривались. Оказалось, что... Ну, она хотела предложить Полине курточку. Там, 134 сантиметра. Я говорю. Ой, спасибо. Говорю, не нужно. Нам, говорит, столько надали, что мы сами там раздавать будем. Каюсь. Прибрехала. Но, честно скажу, не... Я не могу. Не могу переступить через себя и взять вещи у людей. Я уже раз взяла. Забыла я, что я не могу. Здесь я взяла, согласилась. И, в общем, понятно, да? Я говорю, мы раздавали. Говорю, и нам еще раздавать, раздавать. Понятно, спасибо. В общем, если разговаривались. Она из Харькова. Сама родом из Изюма. Родилась в Изюме. Там выучилась. Приехала в Харьков. Забрала родителей. Говорит, тоже родители сидят в Харькове. Долго сидели. На Салтовке, на Северной сидели. И пока там, говорит, я уже детьми, говорит, не заманила. Приехали, в общем. Выехали. Из Харькова. Я так понимаю, что они все здесь. А они с мужем, по-моему, она сказала, за год до начала войны выехали. Они, в общем, они работали по контракту. Работали где-то вот в Европе. И она, говорит, посмотрела, посмотрела, но, говорит, решили ехать сюда, потому что детям нравится, школа нравится, все нравится. Единственное, что доход не очень высокий. Ну, это, как бы, пока они приехали. Она, наверное, сорок год пошел. Ну, второй год пошел. Это я конкретно же не сказала, сколько они здесь находятся. Вот. И, говорит, нас очень давно сюда звали друзья, именно Виннипе, говорит, очень-очень давно, говорит, лет пять назад это все, говорит, все нам там мозги компасировали. Говорит, в итоге мы сюда приехали, хотели подаваться по программе, в общем, с поддержкой друзей, а они отказались подписываться в Томан-План. В общем, кинули их, представляете? Говорит, мы в шоке просто, работы у нас нет, они работают удаленно, и муж, и она. То есть, здесь получить документы нельзя, потому что должна работа быть, ну, как Сережа работает, то есть, сам на себя-то работать не может. Плюс у них работодатели, у них офисы в других провинциях, говорит, мы просто, говорит, в шоке. Что, как, где, дальше, говорит, ну, пока, говорит, сидим здесь, будем думать, что нам делать. Ну, опять-таки, понимаете, люди приехали, они не из Украины ехали. Она говорит, вам нравится Канада? Я говорю, ну, как вам сказать, если, говорит, военная Украина, естественно, у нас там было все. Ну, то есть, мы уже какое-то количество сил, времени, лет потратили на то, что у нас было там, и сейчас все начинается с нуля. Естественно, как бы в Украине было лучше. Уже работа была, там, и друзья-родственники были, и жилье было свое, и, ну, в общем, все уже было. А сейчас в 40 лет все сначала. Она, ну, да, ну, да, ну, то понятно. Говорю, ну, вот так, говорит, все сравнивать. То есть, естественно, говорю, да, мне здесь нравится. Мне здесь нравится больше, чем в Польше. Ну, как бы, опыта у нас немного, мы там по Европам не катались, только, говорю, в Польше жили. Но, говорит, здесь мне нравится больше, чем в Польше. И она, что же, говорит, что да, ну, вот такая ситуация сложилась. Как дальше быть-то, непонятно. Говорю, я не знаю, как, как сложить этот пазл. Вот так вот мы в раздевалке землячки встретились. Вот. Ну, что она мне еще рассказывала? Дети, ну, у нее дети постарше. Она говорит, детям очень нравится в школе. И, говорит, в принципе, говорит, мне тоже нравится страна. Но после легализации он стоит очень остро и, в общем, как быть, неясно. Ладно, пошли мы в ресторан вон тот. Такое у нас прекрасное небо, закат. Я думаю, на сегодня все. На сегодня все. Берегите себя, до новых встреч. Увидимся завтра. Мы пошли отмечать Валинке день рождения. Ура!